Утренний вид из палатки. Открываю дверку и там река и туман. Место четвертой ночевки. Начался пятый день похода. Сегодня мы ночевали буквально в полуметре от воды. Видите сколько воды остается от палатки. Больше места нет. Так и установили. Каким бы не было красивым утро, как бы не хотелось понежиться и полениться, нужно вставать и начинать заниматься повседневными делами. Впрочем, когда холодно, живой огонь всегда в радость. Он дарит возможность погреть ручки. Каждое утро развешиваем тент на просушку. Да, конечно, внутри палатки именно на сетке влаги нет, но внешний тент вот такой. Чем я мою посуду? Никаких этих губок. Листики классно моют. Одноразовые моющие губки. Ну и, кстати, отлично. Грею завтрак. На завтрак идут остатки ужина. Это спагетти, сосоль и тут остатки рыбы еще. Ну, в общем, сюда кучи насыпали. Сейчас я это подогрею, потому что с утра холодно, и как бы холодной ей совершенно не хочется. Хочется только горячее. Все это греется с таким вот видом на реку. И так, я когда утро купаюсь в горячей воде, грею себе. А Жека, когда утро... В принципе, встал на дно. Ну да, речка такая. Ее можно, если что, с рюкзаком перейти в любом месте. Жек, ты нырнул, у тебя пятки черные. Если что, ты перепланируешь, а я... Слушай, и такая муляка вслед за тобой, ты сейчас через муляку возвращаешься. Я не знаю, это купание или безобразие. Скорее, безобразие. Давай, гигиена по кундрючье. Гигиена по кундрючье. Че, жарко? Не, погодка вообще... В плане погодки это кайфово. Ночь была холодная. Ночью, да, ночью холодно. Перепады температуры сильнейшие днем. Прям вот жарко. А ночью холодно, мерзнешь. Этой ночью я надела на себя все, что было. Кстати, мы тут Жека придумали. Вот когда подвязываешь одежду на пояс, лучше вот так застегивать. Тогда она меньше марается, и в замок, именно в сам, не набивается всякая трава. Ну да, есть вот какая-то пушистая подкладка там. Да нет, еще эта трава прилипает, а еще в сам замок набивается. Да, и в замок набивается. Жестяк получается. А в застегнутом виде? Да, ничто не набивается. Одежда более чистая остается. Тоже такой мини-советик. Как одеваю? Я его ставлю на коленку, вот так вот. Потом одеваю. Потому что тяжелый. Зараза. Вот она, самая короткая асфальтированная дорога в мире. Ее длина примерно 6 метров. Сегодня мы идем по асфальту. Часть пути пройдет по асфальту. Ну километра сколько там, говорил? 3-4, да? По асфальту. Да, наверное километра 4 еще где-то. Пройдем. И вот обратите внимание, какая ровная, новенькая дорожка нас сегодня ожидает. Мы будем по ней идти. Ох, не по степи, не по врагам, не по лесу. А по дороге. И странно, что такая классная дорога. Где-то там между поселками. Ну тут, наверное, не только между поселками ездят, да? Наверное, еще кто-то. Да, даже автобусы не ходят. Да? Да. Ну это тем удиви. Ты спрашивала. Ну да. Обязательно где не ходишь. Не ходят. Удивительно, что такую дорогу проложили. Кстати, обрати внимание, на этой дороге нет ни знаков, ни разметки, вообще ничего. Да. Просто асфальт и все. Все. На постоянной основе ходить по асфальту мега скучно. Но не сейчас. После нескольких ходовых дней через заросли, баэраки и колючки степных просторов, ровная асфальтированная дорога, тем более в отсутствие машин, кажется раем. И наша ходьба превращается в отдых. Однако, мы все равно решаем сократить расстояние и принимаем решение не заходить на хутор Зайцевка. И это значило, что мы сами себя лишали возможности пополнить запасы продуктов. Может пробежаться чуть-чуть вперед, может все-таки там есть полянка моей мечты. В общем, весь этот поход я в поиске полянки своей мечты. И пока я ее не нашла. Вечно мы на каких-то там закутках теснимся с палаткой. Хочется вот простор, зеленую травушку, водичку, чтобы порыбалить. Пока, ну опять там зрители начнут, а чего вы не рыбачите? Ну, нету такого места, чтобы остаться и классный день провести, и рыбачить при этом. Там, где мы останавливались, там даже удочку не закинешь, потому что деревья мешают. Да, вот здесь можно, казалось бы. Ну, здесь не нравится палатка под большим удом. Что, наслачиваем? Ну, значит, это самое лучшее. Значит, будем думать дальше сейчас. Я далеко не бежала, но поняла, что в Упучи-Фочи бежать дальше и дальше, это как-то странно. Еще один брод. Ну что, Жека, как всегда, идет первый на разведку. Ну, на этот раз с углаком, потому как времени много теряем на эти переходы. А у нас времени не так уж много. Нам как бы надо двигаться сегодня. Опять тут ниже колено, и это радует. Поняла, почему я не вяжу, когда иду вот по холодной воде. Угу. Я просто иду и медленно офигеваю. И это делать лучше молча. А так местные добывают камни. Надо же чем-то в этой местности на жизнь зарабатывать. Как это, чем-то. Там трактор у них, и вон куча готового камня. Похоже, они тут живут. Ну, или как-то там для бытовых нужд. Вагончик. Рассматривая карту и ища возможности для сокращения пути, мы обнаружили мост через Кундрючу. Этот мост позволял избежать многих петляющих километров вдоль реки и выводил на дорогу к Зайцевским скалам. Таков был план. Достал смартфон с тем, чтобы опять посмотреть, куда нам дальше идти, поворачивать. Похоже, мы останемся на ночевку вот в этом шикарном месте. И скалы вдали видно. Полянка зеленая. Для палатки тут вполне ровно. Не знаю почему, но я в этот день устала. И потому, когда мы нашли красивую открытую поляну, мы тут же решили устроить себе полудневку. Ведь место, которое мы нашли, было почти идеальным. Разбиваем лагерь. И пока Жека отправляется осматривать окрестности, я решаю подремать. Шикарный вид открывается. Это вот, например, тоже ничем не хуже место. Но по факту, по факту, вот это место. Вот оно, это место. Тут ничего, не видно ни остатков моста, ничего. Он еще там. Так-то мы и узнали, что мост, на который мы так надеялись, давно разрушен. И это значило, что нам снова придется искать другие возможности по пересечению реки. Но это будет завтра. Сегодня же мы наслаждались отдыхом, красивыми видами. Более того, у нас появилось время для рыбалки. Сегодня на ужин вкуснейший фасолевый суп с томатом. Вот такая красота. Все, Жека увлечен рыбалкой. Я принесла ему суп, но он не хочет отвлекаться. Не сорвалась рыбка. Рыбка есть. Да, у нас как раз еда начинает кончаться. Кстати, Жека ловит на тесто. Ничего другого у нас сейчас нету. Я заварила там перловку. Ну а пока на тесто. И уже две рыбешки. Два раза закинул две рыбешки. Да, два раза закинул две рыбешки. Парадокс. Да вообще неожиданно. Жека без отрыва от производства. Как будто фасолевый супчик не вообще как став. Кстати, очень удачная идея вот фасолевый супчик такой подготовить. Вкусно получается. Разнообразие в рационе. Вкусно вкусно. Мне, например, понравилось. Я буду такую фасоль покупать еще. Получается суп пюре с фасолью. Картофельное пюре, фасолька, чесночок, лучок там. Уже ко мне тут показывает, с чего. Из кормушки сделал. Сачок сделал. Из кормушки. А, из кормушки. Кормушка для рыбы. Ага. Ее можно, по идее, как кормушку использовать. Здесь просто насадил, знаете, а есть просто привязал. И все. Нормальный такой сачок получился. Ну, мало ли, вдруг что-то крупное. Угу. Пятая ночевка. И я сейчас буду засыпать одна. Жека решил порыбачить, попробовать там ночью немножечко. Вот что хочу сказать. Вот эти спальники, они на плюс девять. А уже в палатке плюс пять. Я укуталась, как бобик. Бежекать, конечно, будет сложновато согреться. Вообще, вот эти спальники, это идея вот сдвоенных спальников. Таких теплых на плюс девять. Вот. Это единственный смысл, что мы сдваиваем и, как говорится, греем друг друга. Допустим, если два человека в такой спальник залезут с тем, что не будут обниматься, им не будет тепло. Тут смысл вот единственный, это обниматься. Тогда да, тепло. Если вот люди не готовы обниматься, фигушке им будет тепло. Вот так кукленок я. Опять был сложный день в плане перехода. Пятый ходовой день. Всем спокойной ночи, друзья. Да, ребят. Бежеки, спать совсем не радостно. Сплю, конечно. Искусством ощущают. Там какую-то зубковатость. Там какую-то зубковатость. Бу, холодно. Сколько там градусов-то? Так, что там? Что-то там в районе медуч... Ну, в общем, четыре с половиной градуса. Вот. Пойду к нему в гости сходу. Раз не идет, значит, скорее всего, рыбка ловится. Что он там сидит-то? Рыка. О, как там дела у тебя? Ну, да, пошли на него точно. Сейчас подскажу. А что, клевало? Ну, если хочешь, давай. Где-то не глянешь. А, ну, давай. Прикольно. Я там замерзла, вообще-то. Сейчас уже пойдем греться. Я рада это. О, о, вау. Что-то там есть. Ну, да. Мелочевочка, но... Поесть нам есть черт. А ты... Кстати, там одна, я гляжу, не мелочевочка. Ну, вполне так ничего. Да. Смотрела? Угу. Кстати, в этот раз нам актуальна эта вся еда, потому что, блин, еда у нас скончается. Ни седанного пункта мы прошли. Так все, пойдем, да? Да, сейчас уже вытягиваю. Ура, ура, ура. Вовремя, кстати, так получается, пришла вовремя вообще. Холодно, блин, холодно, холодно, холодно. Ой, а там рыба, что ли? Да нет. О, коряжка. Да, виски, да, виски, да, виски, да, виски, да, виски. Ну, все, ура. Жека будет меня греть. И себя. Перестала. А ты, кстати, замерз? Ну, так, так, ладно. Ну, мне прям забыковато, я прям. Сейчас будем кушать. Ну, вообще, мы идем в море. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.